Ребят, всем привет от рабочей молодежи! В сегодняшнем видео мы с вами распаковываем, собираем и пробуем работать на барабанно-шлифовальном станке Belmash DS560W. Если эта тема интересна, то усаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра! За дело! Друзья, ни для кого не секрет, что безопасность во время работы всегда на первом месте. Не стоит использовать старые домашние вещи, лучше довериться профессионалам, а именно ребятам из компании Хекля. Уже несколько десятилетий они разрабатывают и производят корпоративную спецодежду. Первые начали работать в премиальном сегменте, первые создали собственное дизайн-бюро и поверьте, у них действительно индивидуальный подход к каждому. Максимально удобная одежда, качество на высшем уровне, огромный выбор под любую задачу, заказ от одного комплекта, все это компания Хекля. И все это я испытал на себе. Солнце, снег, дождь, не проблема, вы защищены от всего. Множество карманов под мелочь, идеальное исполнение, точно оценит каждый мастер. Заходите, смотрите, заказывайте, ссылка в описании. Рабочая молодежь выбирает Хеклю. О приобретении такого помощника я задумывался уже давно. Наконец дождался скидки и сделал предзаказ. Сначала на официальном сайте производителя, а потом удалось найти еще дешевле в федеральной сети магазинов инструментов. В конечном результате станок обошелся в 95 тысяч рублей, чему был безумно рад. Оставались определенные сомнения насчет того, отгрузят мне его или нет в сложившейся ситуации, но все прошло гладко и после того, как оборудование было в мастерской, стало намного спокойней. Почему именно Белмаш, спросит большинство из вас. У меня на этот счет несколько причин. Во-первых, как ни крути, производитель остается одним из самых доступных, что играет очень большую роль. Во-вторых, не все, что дороже, значит лучше, и это в полном объеме испытал на себе. Взять, к примеру, даже покупку Фуганка, историю которого вы можете посмотреть на канале. В-третьих, как по мне, некоторые бренды уж сильно переоценены на нашем рынке, и многие делают выбор, опираясь не на технические характеристики, а на шильдик, что, конечно же, в корне неверно. Ну и те дополнительные элементы формата подстолья, ручек с колесами для транспортировки и столов, которые идут в стандартной комплектации, тоже играют свою роль. Безусловно, у станка есть свои минусы, о которых я вам обязательно расскажу. Ну а сейчас приступаем непосредственно к распаковке. Барабанно-шлифовальный станок Белмаш DS560W поставляется в жестком фанерном ящике, в практически собранном состоянии и зафиксирован к поддонам несколькими транспортировочными болтами. Весит эта конструкция очень внушительно, почти 130 килограмм, из-за чего разгружать лучше даже не вдвоем, а втроем. Габариты упаковки 670 на 1080 на 600 миллиметров. Для того, чтобы оформить гарантийный талон, мы вскрывали верхнюю крышку, поэтому она уже была открыта. Внутри, кроме основной части станка, есть еще несколько коробок и инструкция по эксплуатации. Кстати, она на русском языке и пренебрегать не стоит, поэтому быстренько изучил процесс сборки. Далее давайте посмотрим, что находится в коробках. В маленькой расположились дополнительные столы с крепежом, который в процессе доставки открутился и рассыпался. В большой приехали детали для подстолья, причем довольно неплохо упакованы. Колеса уже собраны в отдельный узел и была еще небольшая коробка с крепежом, ручками, маховиком, шестигранниками и рожковым ключом. Разобрались с комплектующими и приступаем к сборке. Первым делом устанавливаем резиновые накладки на нижние части основных стоек подстолья. Затем разложил верхний контур и распределил по типоразмеру идущий в комплекте крепеж. Так работать намного удобнее, есть возможность логически понять, что куда нужно закручивать. Однако в инструкции это тоже расписано. Сначала наживляю каждую стойку на один болт, дабы понять, что все идет как надо, и только после этого можно закручивать остальные. Кстати, стойки не совсем одинаковые и отличаются между собой. На двух из них отверстия сверху для крепления ручек, а на двух снизу для колес. Далее нам необходимо собрать нижний контур. Тут ситуация аналогичная. Берем из комплекта нужную деталь, наживляем, а потом затягиваем, но не полностью. Кстати, вы можете обратить внимание, что металлическая лента с одной стороны имеет выступ загнутый под 90 градусов. Так вот, в голове сразу родилась идея в будущем организовать тут полку. Думаю, это будет очень удобно. Переворачиваю подстолье, выставляю максимально ровно и уже окончательно затягиваю гайки. Снизу закрепляю колеса, а с обратной стороны ручки. Тут никаких проблем не было, все просто и понятно. Подготовили основание и приступаем к самому главному. Первым делом откручиваю транспортировочные болты. Их несколько и располагаются по диагонали. Далее для более удобного поднятия тяжеленной станины при помощи болотка соединяю боковые стенки ящика. Немного оттаскиваем поддон в сторону и подвожу подстолье максимально близко. А сейчас вы можете наблюдать самое интересное. Как вместе с отцом устанавливаем станок. Поверьте на слово, даже вдвоем это было тяжело. Поэтому такую операцию советую выполнять с большим количеством людей. Ну да ладно, продолжаем сборку. С каждого края вставляю по одному болту и фиксирую станину к основанию. При этом хорошенько затягиваю болты. Далее на очереди дополнительные столы с каждого края. Они не складные, но имеют различные регулировки как по высоте, так и по длине. И это скорее не для бытового применения, а для технического. Чтобы были все настройки для выставления в один уровень с транспортерной лентой, ну или чуть пониже. Столы крепятся к раме на 5 болтов и если надавить сверху, то конечно прогибаются. Но все равно оставляют положительные впечатления. По крайней мере я думал, что будет намного хуже и более расхлебано. При помощи трубы выставил их в один уровень с лентой, прикрутил штурвал опускания поднимания барабана. И по большому счету на этом можно сказать, что сборка закончена. Предлагаю подробнее остановиться на каждом узле и рассмотреть различные детали. Начнем с самого главного шлифовального блока. Крышка закрывается при помощи винта и это не совсем удобно. Особенно на моем экземпляре, где язычок с резьбой приварен криво и руками это исправить не получилось. В итоге болт убрал и буду использовать без него. С каждого края барабана есть фиксатор для абразивной ленты. Сама лента шириной 78 миллиметров, что кстати странно, потому как на сайте производителя указан размер 80 миллиметров. Барабан закреплен к корпусу с каждой стороны, ну а сам корпус не из чугуна, а из листового металла, сваренного между собой. Причем местами, а не сплошной проваркой. К чугунному основанию прикручен несколькими болтами, которые также соединяют и сам двигатель. Толщина основного металла вместе с покраской 8 миллиметров, а в месте соединения приварена плита толщиной 11 миллиметров, также с учетом краски. Направляющая для поднимания и опускания шлифовального блока выполнена из шпильки диаметром 13 миллиметров и имеет возможность фиксироваться при помощи гайки и контргайки. Ну и как я вам уже говорил, есть затруднения при закрытии крышки, металлический язычок трется о каркас, а также на самой крышке попался дефект покраски, незначительный, но все же. Петли максимально стандартные и с одной стороны приварены, а с другой прикручены. Есть простенькая шкала высоты шлифования, как в сантиметрах, так и в дюймах. И давайте рассмотрим станок со стороны двигателя. Технические характеристики основного двигателя вы можете наблюдать на экране. Аналогичная ситуация и с двигателем транспортера. На блоке управления находится кнопка включения-выключения и барашек регулировки скорости подачи ленты. С каждого края основного двигателя расположились направляющие, по которым и происходит скольжение шлифовального блока. Снизу находится рама, на которой установлены расширительные столы и также можно заметить регулировочный винт для предотвращения касания шлифовального барабана с транспортерной лентой. С обратной стороны шлифовальный блок фиксируется дополнительной съемной стойкой. Сразу бросился в глаза люфт, который возникает не у конкретной детали, а узла в целом. Чуть позже изучил инструкцию и попробую исправить при помощи дополнительной затяжки направляющих. Тут главное не перетянуть, иначе опускание поднимания барабана будет с усилием, что приведет к большему износу. С выходной части станка находятся регулировки ленты, а со стороны подачи валик зафиксирован жестко. Познакомились поближе с инструментом и давайте подготовимся к первому запуску. Сейчас вы услышите работу на холостом ходу без каких-либо изменений. Мне показалось это очень тихо, но как будут обстоять дела с подключенной вытяжной системой и поднагрузкой. Немного не хватило длины шланга и пришлось чуть подтянуть, но в итоге все подошло. В качестве испытуемого у нас брусок ясеня. И с этого плана очень заметно, как после касания шлифовального барабана он немного приподнимается. Это как раз тот люфт, который показывал ранее. Стандартно установлена абразивная лента зернистостью 80, и качество шлифования вы видите на экране. В целом очень даже хорошо. А если кому-то интересно, то за несколько проходов состояние абразива не изменилось. Немного съезжает транспортерная лента. Изначально расстояние до ближайшего края было 12 мм, сейчас 10 мм. Попробую настроить. Отрегулировал до того состояния, которое было изначально. Подождал несколько минут, понаблюдал, двигается ли в какую-либо сторону. Вроде никаких движений нет, поэтому можно оставлять. Но в любом случае регулировка несложная. И если что, в будущем повторю. А теперь давайте испытаем новичка в его естественной среде. Как и говорил ранее, немного затянул болты на направляющих шлифовального блока. Вследствие чего, практически полностью избавился от люфтов. Барабанно-шлифовальный станок мне нужен в том числе и для расширения операций. Так как ширина рабочей части у рейсмуса всего 305 мм. И до последнего момента не мог удобно и быстро обрабатывать широкие заготовки. На данный момент склеиваю несколько ступеней из сосны, которые постараюсь не просто зашлифовать, но и откалибровать. Безусловно, не обойдется и без торцевых досок, каждый фрагмент которых до последнего момента приходилось прогонять через пуганок. При этом был огромный риск, что углы отколятся, из-за чего детали всегда делал с запасом. Подготавливаю заготовки, устанавливаю аспирацию и за работу. Сначала попробовал разом прогнать все фрагменты. Сделаны они из одного щита, поэтому толщина одинаковая. Но то ли у меня не хватило опыта, то ли неправильно подобрал высоту и скорость подачи, в итоге фрагменты шлифовались долго и неравномерно. Далее переворачиваю заготовки на другую сторону, делаю высоту шлифования относительно небольшой и работа пошла немного интереснее. Фрагменты для следующей доски решил обрабатывать другим способом, а именно прогнать по очереди и на высокой скорости подачи ленты. Это кстати дало свои плоды и так работать понравилось больше. Качество шлифования вы можете наблюдать на экране. А по факту прилегание деталей друг к другу было идеальным. Наконец, следующий на очереди у нас ступень для лестницы. Остатки клея немного убрал стамеской, но очень многое осталось на материале. Выставляю высоту и шлифую. Ступени в данном случае скорее для наглядного примера. Вообще планирую прогонять столешницы. И честно говоря, получившимся результатом остался безумно доволен. В интернете много говорят, что такой станок не калибрует заготовку, а лишь шлифует. Но на примере ступени я могу говорить, что и калибровка тут тоже присутствует. Ну что друзья, вот такая распаковка, сборка и первичная работа на барабано-шлифовальном станке от Belmash у меня получилась. Первые впечатления исключительно положительные. Были определенные нюансы касаемо люфта шлифовального блока и транспортерные ленты. Но после небольшой настройки результатом я остался доволен. Пока я подготавливал вам этот обзор, стоимость станка увеличилась практически в два раза. Стоит он этих денег или нет, решать исключительно вам. Ну а если видео было вам полезным, либо просто понравилось, то лучшая благодарность для меня это будет палец вверх и конечно же ваша подписка. И как обычно, я с вами не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok